Первомайские демонстрации Первомайские демонстрации были одним из самых ярких и масштабных событий в СССР. Рабочий класс к ним готовился неделями. На Новочеркасском паровозостроительном заводе к первому мая 1936 года сделали стране подарок. Новое предприятие выпустило первую партию продукции из трех промышленных узкоколейных паровозов. Российская железнодорожная сеть к 21 веку разрослась до 124 тысяч километров путей. По ним ежегодно путешествуют более миллиарда пассажиров, а еще перевозят миллионы тонн грузов. Главную движущую силу электровоз до сих пор собирают на Новочеркасском заводе. Новочеркассский электровозостроительный завод производит соответственные электровозы, грузовые, пассажирские. Наш основной заказчик и потребитель – это акционерное общество «Российские железные дороги». В настоящий момент на предприятии работает около 8 тысяч человек, средняя заработная плата в 2018 году около 36 тысяч рублей. Как же производят этих тяжеловесов, которые тянут за собой сотни вагонов? 12 тысяч деталей, из которых состоит электровоз, начинают свой путь в сталелитейном цехе. Сварочные работы и части электровоза отправляются на другие производственные участки. Электромашинный цех номер один. Из маленьких деталей здесь собирают большое сердце электровоза, тяговые и вспомогательные двигатели. Управляют процессами по-прежнему люди. Евгений Корольков на Невзи 12 лет. Сюда его после армии притянуло мальчишеское увлечение техникой, машинами, а также ими. Как бригадир участка отслеживает работу всей команды, выпуск продукции и сам участвует в производстве. В первую очередь нужно людей собрать, знать каждого человека, что умеет, что лучше получается и распределить людей по тем позициям, которые лучше они могут выполнить. В месяц здесь делают до 300 двигателей. Говорят, задача не такая уж сложная, если все разложено по полочкам. Такой подход на Невзи называют бережливым производством. Есть какие-то уже стандарты, где расположен у нас инструмент, расположена комплектация, все по ячейкам, по ящикам распределено. Не нужно ходить искать, где-то выбирать ящики, все уже лежит подписано на своем месте, подошел, все у тебя как бы под руками. Мы меньше потеряем времени, потому что не затрачивая уже время куда-то пойти, нужно что-то найти, а у тебя все как бы на твоем рабочем месте уже по стандарту, где по техпроцессу идет изделие. У тебя уже вся комплектация под рукой. Ты взял, сделал, вот оно и время сократилось. Главное для слесарей безупречная точность. Мастер в цехе должен в совершенстве знать станки и операции. А самая непростая часть работы – знакомство с новыми двигателями. Тепловозные двигатели пошли новые, и как бы вот это обновление, новый инструмент, новые приспособления, и вот это осваивание этой работы, ну вот в этом чуть-чуть, может, не большая сложность заключается. Пока команда занята привычной работой с двигателями для разных типов электровозов, бригадир знакомит с гордостью цеха – самым мощным. НБ-514Е, мощностью 800 кВт. Вот он устанавливается на электровоз 4С5К, который составляет мощность 13 тысяч кВт. Является он самым мощным в мире электровозом. Используется он в Сибири при низких температурах, на перевалах. По командировке в Сибири видел работу этих двигателей, оцениваю их на отлично. Сердце, он же двигатель, а также колеса, рессоры и прочие детали будущего электровоза отправляют в тележечный цех. Здесь отвечают за то, чтобы многотонный локомотив мог без происшествий ездить по железной дороге много лет. За качеством работ следит Александр. Дележечный цех – это, грубо говоря, ноги электровоза. Здесь очень ответственные узлы. На этом очень ответственном участке производят колесные пары, делают зубофрезеровку и зубошлифовку. Бывшее универсальное оборудование заменили новым и технологичным. Процессы ускорились в четыре раза. Один станок работает за десяток предыдущих. Универсальное оборудование. Работали, обслуживали, ну, грубо говоря, один человек. И время нарезки зуба одного колеса там занимало восемь часов. На высокотехнологичном оборудовании большое зубчатое колесо нарезается машинное время и время оператора, ну, примерно два часа. Монтаж тележки нужно сделать с точностью до миллиметра. Присоединяют все детали. Каждый мотор крепят к отдельной оси. В итоге получается вот такая сложная конструкция. Теперь предстоит главная сборка. Трансформеры опускаются на вагоны. Работа практически ювелирная. На кранах нет контроля скорости, поэтому все зависит от профессионализма оператора. Каждые 16 часов секция электровоза передвигается на следующую позицию. Этот грузовой магистральный электровоз уже почти готов и скоро отправится на тест-драйв. 4С5К, кстати, самый мощный в мире. Он полностью адаптирован к вождению составов повышенной длины и массы, а также сложному климату. В зависимости от веса и массы перевозимых поездов, электровоз может регулироваться, изменять свою составность. То есть НЭФС выпускает электровозы как двухсекционного исполнения, 2С5К, так и трехсекционного, 3С5К и 4С. Кабина водителя почти как в комфортабельном автомобиле. Настоящая система климат-контроля, современные программы безопасности движения и навигации «ГЛОНАСС». Пневматические тормоза. Управлять электровозом можно с помощью контроллера. Контроллер машиниста – это, во-первых, реверсирование движения вперед или назад. И также режимы. Режим тяги, то есть это увеличение тока в режиме тяги. И режим торможения, то есть рекуперативное торможение с отдачей электроэнергии в сеть. Название этому электровозу дали не совсем железнодорожное, зато Донское – Ермак. На Невзи вообще все машины с такими местными колоритными именами. Кроме него «Олимп» выпустили накануне домашней Олимпиады в 2014-м. Именно этому электровозу была удостоена честь доставить Олимпийский огонь в Сочи. Соответственно, сейчас он является нашей гордостью. На строительство этой махины ушло несколько тысяч деталей. Уже готовый электровоз проходит испытания, включая финальную обкатку в реальных условиях. И только потом машина выходит на большие рельсы, где прослужит не один десяток лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова